И я приглашаю на сцену следующего докладчика. Это Алексей Рыбаков, сеньор-девелопер, технический евангелист компании DataArt. Алексей более 15 лет в индустрии, 12 лет опыта в разработке мобильных приложений и приложений для embedded-систем. Интересы iOS и Android во всех проявлениях. И Android Wear, и Apple Watch, и Android TV, и Auto, и Apple Cars, и в общем многое-многое другое. Пока Алексей готовится. Ребята, я напоминаю, участвуйте в конкурсах в наших социальных сетях, в Твиттере, в Инстаграме с хэштегом ITNonStop. Всем привет. Вообще, вы знаете, чем отличаются доклады утром от докладов днем и от докладов вечером? Люди начинают потихонечку уставать. И если утром они еще не проснулись, их нужно как-то взбодрить, вот Денис это очень хорошо сделал, то сейчас уже достаточно большое количество времени прошло, нужно очень быстро сказать что-нибудь удерживающее, чтобы люди не начали вставать и выходить. Так вот, мы поговорим про Android TV Development, это, наверное, будет интересно. А кроме всего прочего, сразу же по окончании моего выступления будет обед. Вот. И правда, у нас еще один будет докладчик. Нет. Да. Хорошо, тогда это окей. Это была дезинформация. Ребята, ну в любом случае, давайте мы не чуть-чуть урежем обед ради наших прекрасных докладчиков. Ну хорошо. Прежде всего, давайте поймем, почему интересен Android TV. Если вы посмотрите на экран на статистику, то около 70% людей в Штатах имеют компьютеры, 80% есть какие-то мобильные девайсы. Это либо там планшеты, либо смартфоны, либо что-нибудь еще. И 99% обладают телевизорами, телевизионными системами и так далее и тому подобное. Кстати, сразу скажу, почему в основном мои цифры сегодня будут в Штатах, а не СНГ. Потому что как бы на сейчас это самый большой рынок с точки зрения денег, на котором продаются приложения для Android TV. То есть это Штаты и это Европа. Рынок СНГ традиционно немножко отстает, но он набирает ход, но пока еще не настолько сильно интересен. Почему еще интересен Android TV? Чем вообще интересна TV? Google в свое время, по-моему, 5 лет тому назад провела исследование. Каким образом переключается внимание человека в зависимости от экрана. и нашла как бы очень простую зависимость. Чем больше экран, тем дольше удерживается внимание человека. То есть если бы, допустим, меня сейчас показали вот там на большом экране, вы бы меня слушали полтора часа. Так как вы меня видите в живую, в более мелком размере, то мы быстренько все за 25 минут успеем. Я надеюсь. Соответственно, по той же самой статистике для Штатов, ежедневно среднестатистический американец тратит 6 часов на просмотр TV и 18 часов на всю остальную жизнь. 6 часов он находится перед телевизором. Значит, я не знаю, как там они вообще в принципе работают или работают когда, но тем не менее. 5 часов он слушает аудио. Причем аудио он может слушать не только с девайсов типа наушников, занимаясь бегом, спортом и всем остальным, но и с каких-то устройств дополнительно стоящих дома. Есть такое вообще понятие live room, которое подразумевает собой вашу большую комнату, в которой стоят аудио-видео системы, которые там включаются, выключаются и создают вам какой-то ваш ежедневный образ жизни. Соответственно, естественно, Google не могла прийти, не прийти на этот рынок, обойти его стороной. На самом деле, начали они немножко раньше, почти 8 лет тому назад, если я не ошибаюсь. Была такая инициатива у Google TV. Это была операционная система на базе одного из Android стеков, по-моему, там 2.3 или 2.4. Значит, у них были премиум-партнеры в виде Sony. Выпускалось там 3 или 4 девайса. Это были что-то в духе Blu-ray проигрывателей с внутренним Android, на который можно было запускать приложение. Инициатива на тот момент провалилась. Там очень много у нее было фокапов, в том числе и закрытость Google TV. Собственно говоря, собравшись с мыслями, с силами, анонсировали Android TV, анонсировали в 2014 году на Google. В этом году, получается, будет 2 года, и вот что у нас есть сейчас из hardware. Прежде всего, это флагман Nexus Player, девайс от компании Google, который, как и все свои девайсы Nexus, они выпускают как пример hardware, как это может быть сделано, как это может работать. На удивление, это Intel-овский процессор, это x86-я архитектура. Почему это важно, я скажу немножко позже. Достаточно мощный с точки зрения памяти процессора. Там Quad-Core, высокопроизводительный. Стоит чипсет от PowerWix, один из последних, который, помимо OpenGL 3.0 ES, поддерживает еще нормальный, внятный, необрезанный OpenGL 3.0, сколько-то там. Правда, он из Android-а недоступен, но тем не менее. Выходное разрешение, которое этот девайс выдает на телевизор, Full HD. Кроме этого, что сейчас есть на рынке и продается. Я не буду все системы, которые сейчас продаются, рассказывать. Буквально их несколько будет штук, потом я расскажу, почему это дело. Компания Razer 4H TV выпускает этот прекрасный 4H TV. Он немножко, ну не более мощный, но построен на другой архитектуре. Там, если под него затачиваться очень глубоко, можно сделать очень хорошие штуки. Это ARM-овский процессор, Qualcomm Snapdragon, более мощный по частоте, с более большим количеством памяти и на самом деле больше ориентированный на какие-то медиаприложения и на какие-то игры. Кроме этого всего, Nvidia выпустила свою линейку, расширила свою линейку Shield. То есть до этого у них там был handheld такая консоль типа PSP, потом у них был и сейчас продается таблетка K1, Nvidia Shield K1. И сейчас это Nvidia Shield Android TV. На сейчас это наиболее мощный девайс, на котором запускается Android TV. И на котором вообще запускается любой Android. С точки зрения перформансов графики, с точки зрения того, что там с ним можно делать. Значит, выходное разрешение этого устройства 4К. Но 4К для видео. Для своих приложений это будет Full HD, который будет ressembling это все в 4К. Это все три, это примеры трех девайсов, которые на самом деле представляют гораздо больший такой класс устройств, который называется Media Streaming Devices. Чтобы вы понимали, прогнозы продаж на 2016 год Media Streaming Devices в разных, не только на Android TV, это 176 миллионов штук. Значит, что они позволяют сделать нам? Они позволяют к любому там ламповому телевизору, практически к любому. А на самом деле на YouTube был недавно ролик, как Nexus Player подключили к обычному старому ламповому красивому телевизору. И там такой теплый ламповый Android, тихими зимними холодными вечерами, он, наверное, выдает гораздо больше, чем всякие разные 4К панели. Кроме этого, Android TV, как это ни странно, запускается и на телевизорах в том числе. Поддержали эту инициативу сразу же со старта, естественно, Sony по старой памяти, выпустив свою линейку флагманов Bravia. И, насколько мне известно, все телевизоры Sony сейчас уже будут выходить с Android TV. То есть старых их кастомных, там, линуксов, или что там у них стояло, ну, линуксы стояли, уже, насколько я знаю, на сейчас, по моей имеющейся информации, не будет. Там очень интересная система. С одной стороны стоит очень мощный процессор Sony X1. Это их флагмановская разработка 2014-2015 года, которая делает удивительные вещи там с изображением. Это, опять-таки, 4К. Но для Android, там обычный ARM7 Dual Core, и с ним есть некоторые проблемы. Мы сейчас чуть позже тоже об этом поговорим. Разрешение экранов, там, от Full HD до 4К. Традиционно на 4К телевизорах идет видео через Sony X1 процессор. Видеовыход, который генерирует там ваше приложение, ваша приставка, будет идти в Full HD. Philips. Ребята очень загадочные. Одни из самых первых сказали, что да, мы будем поддерживать Android TV. Они сказали об этом анонсировали даже раньше Sony. Они начали выпускать их в Штатах еще в начале 2015 года, даже продавать. Выпускать их начали в 2014-м, продавать в 2015-м. Я не знаю, как здесь у вас, я приехал из Украины. У нас они продаются во всех магазинах. То есть во всех магазинах, которые занимаются аудио-видеотехникой, есть специальный стенд Android TV, на котором представлены Philips. Их даже больше, чем Sony. То есть у них очень агрессивная идет политика с точки зрения продаж на новых рынках, молодых, скажем так. Но при этом я очень давно у них состою в программе девелоперов. Еще в те времена, когда у них была старая операционная система, я так и не смог найти технические характеристики этих Philips. То есть какой там конкретно стоит процессор, сколько там стоит памяти, как она вообще работает. То есть как она вообще работает, я знаю, потому что у меня есть там хорошие друзья-коллеги, которые там некоторые наши разработки у себя просто дома пытаются запускать на Philips, а говорят, Леша, ну не работает. Я говорю, окей, хорошо будем переписывать. Как-то таким вот образом. А к сожалению, почему-то вот эта информация не совсем доступна. Вот, у них, кстати, если вы видите очень, о, pointer, я люблю миграция. Если видите, у них очень прикольный пульт на обратной стороне, это клавиатура, на самом деле, которая позволяет очень удобно вводить всякие разные штуки, типа своих паролей, поисков и так далее и тому подобное. С таким разнообразием hardware на самом деле есть две большие проблемы. Первая проблема – это проблема, как определить, где мы запускаемся и определить, какая конкретно модель у нас телевизора. То есть данный пример кода, он просто показывает, что наше приложение запустилось на Android TV, а не на обычном Android-планшете. Ну окей, хорошо, мы запустились на Android TV операционной системе, но какое железо, как узнать? Тут очень много разных хитростей, они здесь у меня не приведены, а если кому-то будет интересно, я их потом солью лично на мыло. Но там есть способы отличать, это там Nexus или это Sony TV, причем эти способы нестандартны на сейчас пока. Это первое. Второе. Как я уже сказал, разные архитектуры с точки зрения процессоров. Их 66, ARM, разная производительность. Значит, тут нужно четко помнить, что если мы, допустим, пишем наш какой-то там Android код совместно с Native, то две библиотеки, это все отлаживать, память работает на x86 и на ARM процессорах немножко по-разному, всякие разные нюансы. Чего у нас нет на Android TV? Ну, как бы тачскрин и тачскрин эмулятор, это в общем-то в принципе понятно. Невозможно позвонить и нет камеры. Вот из-за того, что нет камеры, на Sony телевизорах больше никогда не будет скайпа. Вот. Нет NFC, нет GPS, нет микрофона. С микрофоном тут интересная ситуация. Значит, на самом деле микрофон в Android TV устройствах есть, но этот микрофон есть в контроллерах и в стриминг-девайсах. То есть, грубо говоря, вы можете взять этот пультик, на нем нажать кнопочку и Google быстренько рассказать, что вы хотите сегодня увидеть, последние разработки Microsoft или последние разработки DataArt, например. И он вам их быстренько найдет и все это покажет. Но при этом это не стандартный Android Hardware микрофон, который нам известен из обычного Android. Опять-таки нету сенсор. Что можно делать, какие вообще типы приложений можно создавать на Android TV? Ну, тут несколько это все дело условно, естественно. Я для себя сделал вот следующую категоризацию. Во-первых, это девайсы, которые работают с технологией Google Cast, известная ранее как Chrome Cast. Во-вторых, это стенд-алон приложение, то есть, когда у вас приложение запускается и разрабатывается только для Android TV, больше ни для чего. В-третьих, это приложение а-ля Second Screen, когда у вас ваше приложение, написанное на Android, часть информации передает на Android TV, но при этом приложение на планшете или на телефоне является главным. И вот последний, четвертый способ – это, ну, как бы так сказать, это равноправные приложения, что ли. То есть, на базе Near Field, вот этого вот последнего API, ну, не последнего, но достаточно нового, когда у вас куча всех этих Android TV, находясь в одной Wi-Fi сети, составляет какую-то там полноценную экосистему. То есть, это может быть либо какая-то игра, которая в зависимости от того, на каком вы девайсе показываете, показывает там разные интерфейсы геймплея, да, то есть, там, допустим, если вы на планшете играете, вы там можете там насылать там всяких разных врагов. Если вы там на телефоне, вы отбиваетесь от врагов, а на телевизоре вы просто смотрите, как кто насылает и как от кого отбивается. Например. Или там вот какие-то бизнес-приложения быть, не суть важна. Давайте сейчас очень быстренько просмотрим все эти типы приложений. Google Cast. Очень небольшое видео, которое покажет, что это за технология, на всякий случай, чтобы мы были, как говорится, on the same page. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, реклама сегодня небольшая. Скажите, пожалуйста, кто из вас пользовался Google Cast на Android или на iOS? Ну, не скажите, наверное, поднимите руки. Хорошо. Значит, как вы видели на видео, для того, чтобы у вас случился мейджик, нужно нажать аккуратненько кнопочку Google Cast на вашем Android или iOS девайсе. Значит, по Google статистике за 2015 год ее нажали полтора миллиарда раз. Это статистика, грубо говоря, октября месяца. То есть сейчас, я думаю, ее плюс еще сколько-то там. Значит, смысл в том, что старая эта технология, по-старому называлась Chrome Cast, сейчас называется Google Cast. Google Cast это еще и технология, которая лицензируется. То есть не обязательно Android, какие-то там TV девайсы. Это могут быть аудиодевайсы, это могут быть, я не знаю, в машинах какие-то устройства, на которые вы можете кастить в стиральных машинках, например, свое там аудио или видео. В 2015 году было продано 27 миллионов Google Cast устройств, и это не включая Android TV и приставки, которые продаются. Еще каких-то 27 миллионов. Вот этот вот мелкий свисток Chrome Cast, который продается там, по-моему, уже 3 или 4 года, он там стоит 25 долларов. Значит, он занимает уже второй, нет, уже третий год подряд, он самое продаваемое устройство в своем классе. Чем это хорошо для Android-программистов? Есть у нас Android-программисты? А iOS-программисты? Хорошо. Значит, чем это хорошо для Android-программистов? Тем, что все, во-первых, Android TV поддерживает эту технологию из коробки. Любые Android TV-устройства, там телевизоры, или медиа-стриминг, какие-то девайсы, они 100% без изменений будут работать с вашими старыми приложениями, написанными для Google Cast, для Google Cast или для Chrome Cast, или для Audio Cast. Вот. Это раз. Второе. Для iOS-разработчиков абсолютно та же самая ситуация. Значит, общий принцип как бы следующий. Вы получаете в этом SDK в своем контекст устройства, в котором рендерите картинку. И дальше она магическим образом попадает на ваш большой экран. Для iOS-девелоперов это чем хорошо? Хорошо тем, что Android TV-девайсов очень много. Их гораздо больше, чем там Apple TV. Но мы к этому еще немножко потом позже подойдем. И, соответственно, они могут использовать все возможности hardware iOS, Apple девайсов, для создания приложений, которые будут потом показываться на Google Cast. То есть все SDK iOS-овские, все game API SDK, там UDK, например. Все это доступно для программирования. С одной стороны, с другой стороны, оно очень хорошо показывается на больших экранах. Причем реально, оно с каждым годом все лучше и лучше. Там есть, конечно, некоторые проблемы, когда у вас Wi-Fi нагружен, но тем не менее, качество картинки очень-очень хорошее. Хотя сейчас перейдем туда. Значит, если еще совсем очень кратко, есть два типа приложений. Есть приложение клиентский, есть приложение серверное. Серверные приложения точно так же совместимы с Android TV, как и раньше для любых остальных систем. Что мы можем делать в стендалон-приложениях? Собственно говоря, там масса вариантов, и традиционно все очень просто. Значит, Google создала support library, используя которую, мы можем получать, мы можем очень быстро переводить свои приложения, насколько это возможно с точки зрения UI flow и user experience на Android TV. Во всяком случае, за реюзать свой код мы можем, да. Мы можем делать приложения, которые будут универсальными. То есть одно и то же приложение будет появляться и там, и там, и работать и там, и там. Здесь несколько примеров интерфейсов. Брауз фрагмент. Значит, тут очень простой код, который показывает нам, что, собственно говоря, Android TV это обычный классический стандартный Android. Вот сейчас нам последняя версия N, которая вышла. До этого там версия M. Здесь нет никакого мэджика. Вам по-хорошему не нужно ничего нового изучать, как Android программист. Detail fragment, собственно говоря, мой любимый слайд. Вот это вот робот, который разрабатывают наши клиенты, клиенты DataArt. Очень классная штука, потом, если будет интересно, расскажу. Еще один пример, как это может выглядеть, Detail fragment для Android TV. Guide step fragment. И как бы с фрагментами закончим. Не очень интересно. Что нужно помнить при разработке стенд-алон Android TV приложений? Во-первых, тот факт, что пользователь сидит на расстоянии трех метров. Это так называемый 10-foot UI. Во-вторых, что на больших экранах крайне хреново читается текст. Его должно быть мало. В-третьих, людям не нравятся статические картинки. Никогда. Поэтому в best practices рекомендуется делать всякие разные кинематические экшены и такие плавные переходы. Игорь. С игнами все очень и очень интересно на Android TV. Из-за того, что как бы разное, на разных приставках, на разных мизерах, по парадному запускается с разной скоростью, идет отписи в разработке. Сейчас быстро посмотрим, что предлагает видео для своих топовых инведиа, чтобы приставал. И чуть позже поговорим подробнее. Игорь. Продолжение следует... Игорь. 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 Продолжение следует... 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 очень долго, он еще и не поддерживал бюлдой сервис. То есть, в связи с тем, что стандартные сэры АйТиВи не запустивались на стандартном аккумуляторе АйТиВи. Сейчас все нормально, все хорошо. Единственное, есть, конечно, проблема с перформансом. Но, тем не менее, посмотреть, повредить, как все дела на АйТиВи можно. Очень быстро, кто у нас на рынке сопротивляется. Значит, АйТиВи – это один из лидеров медиа-скимингов девайсов. 30% американского рынка медиа-скимингов девайсов – это Амазон ФайТиВи с длинными длинными приставками. Эта приставка обычная, как бы посещать, это так называемый HDMI-свисток, который становится в задних телевизорах HDMI и управляется. Я не знаю, как ко мне относится Амазон, но я банкую, что они будут выходить с рынка. Почему? Потому что рынок приложений на АйТиВи в разы меньше того, что предлагает сейчас Амазон ФайТиВи. Амазон ФайТиВи будет запущен 4, по-моему, года назад. У меня есть предыдущее поколение этих приставок. Я пользуюсь этим состаром и знаю, как человек дает. Амазон ФайТиВи. Амазон ФайТиВи. Как это? Неудивительно. Точнее говоря, не странно. Удивительно. Но они стартнули очень-очень плохо. Непонятно почему. А сейчас, может быть, в конце года ситуация не справится, но фактически недавно Весней заявил о том, что он перестает поддерживать одно из своих ключевых приложений Весней Инфинити для АйТиВи. С одной стороны. С другой стороны, сейчас нам пришло немножко больше игры, начали немножко лучше покупать, но тем не менее, как бы, все равно битов убивается. С третьей стороны, на андроиде или, все неправильно, есть отдельный, как называемый, апп. Называется E-Bot-ап. Который мог произойти в силу игрока, в совместивую с иммунитивом. Для этого тебе немножко меньше. Компания игроков, она одна из лидеров, соответственно, есть в чем заниматься. Простите. Обычный старый T-Bot. Значит, старый T-Bot, на самом деле, самый интересный в Байзен. И, например, жили в Microsoft, они уже как минимум еще раз с этой стримы. Байзен – это прекрасная операционная система от Самсунга. Самсунг один из лидеров в мире, на самом деле, по производству телевизора. Мы уже знаем о том, что там в Америке. Если говорить в Франции о них и всех, то они программируются на обычном HTML и JavaScript. То есть там некоторые свои отвертки и библиотеки. Да, из-за того, что в этой месяце выпустили новую версию операционной системы. Которая можно писать нитивным образом на сессии. Но я пока не знаю о чем модели телевизоров, на которые этот байзен уже вышел. Почему Android-19? Во-первых, открытое название. Во-вторых, с точки зрения организации и бизнеса, огромное количество уже готовых Android-работчиков, которые достаточно много работы включиться на новую операционную систему. Не новую операционную систему, но на новую экосистему. В данном случае идти. Плюс, тут еще в чем предыдущий. Для ваших существующих приложений, вы можете, так сказать, вторую жизнь. Добавив какое-то небольшое совместимое приложение, которое будет устраиваться на Android-19. Тем образом, вы переключите пользователей к вашим новым ставам, к которым не новым каким-то там парам. То же самое с Second Screen. Или, допустим, какие-то дополнительные фишечные модификации на Android TV. Или, к примеру, возможность продолжить работу на большом экране. Если у вас, допустим, какой-то Excel, например, самый простой, и вы на нашей карту на адвизорах, там может показываться, более, чем на базаре какие-то, эфиры, и все остальное. Второе – это анонитизация. Огромное количество пользователей Android, как не стало, начинают платить гимнги за Android-приложением. Почему? Потому что, во-первых, их много, пользователей, во-вторых, система осталась очень-очень проста. Подключили свой партнер к клавану, так что оно все начинает хорошо работать. Android TV-приложения – это точно такие же приложения Android. которые, они подаются через Google Play Store, соответственно, этот механизм покупки приложений уже пользователю известен, и они уже знают, как покупать много ваших приложений. Почему он плох? Во-вторых, разная фигура. Во-вторых, все-таки девелоперный дистрибьюш. К примеру, для телевизоров Sony, чтобы ваше приложение попало в Sony, начались два варианта. Первый – вы подписываетесь на программу Sony Development, получаете специальную коробку, на которую подключаетесь, и через нее уже можете собирать напрямую приложение в вашу телевизор. После этого вы можете пользоваться технической поддержкой Sony и отправить приложение на программу Sony. Это вариант 2 варианта. Вы пишете обычное Android TV-приложение и закидываете его в обычные группы. После этого, в зависимости от Sony, каким-то облаком по времени, просматриваете самые лучшие приложения, и если они и устраивают по-разному параметру, они добавляют их в свой просмотр на их телевизор. Ну и самая большая, наверное, проблема – это проблема телевизора. Как это не странно, 2-6 года прошло появление Android TV, но среди Android специалистов очень мало людей, которые понимают, что это не планшет, и это не телефон. Здесь нужны другие факторы в создании UI. Здесь любое время близкое приложение. Здесь другой юзер Xperia, нас юзер кейс. И этого входа тоже вставляется в стол. Я нажал в эту сторону. И вот так вы мне поставите сюда. Ваши вопросы. Спасибо за обновление. Такой вопрос. А в чем преимущество Android TV на мини-пк, на которых бы я оставил бы изюма и полноценный приступный витак? В существующем… существующей экосистемы приложений. И в том, что… Ну, давайте так рассуждать. С точки зрения у нас, разработчиков, зачем мы все это делаем, да? Например, мы зарабатываем деньги. Да, если вы делаете, это же ступа. Для того, чтобы заработать больше денег, можно делать больше покупок. Есть два способа. Либо продавать очень дорого, либо продавать очень дешево, но на большом количестве пользователей. Вот. В этом Android тем лучше, чем какой-нибудь ваш любой мини-пк. Неважно, на чем он был. Windows, Linux, Linux, на чем угодно. Собрана экосистема, они собраны продажи, и очень быстрое достижение продукта от разработчика до конечного кастера. Ну, я не спорю, но для разработчиков, конечно, лучше, а то DV, собственно, как за… То есть, больше пространства… Да. Хорошо, я понял. Чем лучше для кастера, то лучше тем, что чем больше разработчиков, тем больше видов приложений. Чем больше видов приложений, тем интересный девайс больше кастер. Очень большие компании начинают подбирать в этом составе. То же самое Netflix-сервис, который есть на всех политических приставках, вот он наоборот, тебе сразу же продается. Как только вы его анонсировали, Netflix пришел сам. И это как бы тоже интересно вам, как кастомеру, потому что Netflix вряд ли придет там на какой-нибудь там мелкий там HDMI-свисток, пусть он там будет там мега там какой-нибудь совместимый со всем, но тем не менее. Просто сейчас есть те же свистки с виндой. Да, есть те же свистки с виндой. Но чуть подороже. Чуть подороже, да. Но не факт, что приложение Netflix, написанное для Windows... Есть, на шарке написано. Нет, сейчас. Что написанное Netflix приложение на Windows, которое корректным образом и хорошо работает на стандартном PC, будет корректно работать на этом маленьком свистке. Почему? Во-первых, там разная производительность. Там нужно декодировать видео. Во-вторых, там нужно как бы с точки зрения Wi-Fi получать все это дело на сам девайс. То есть нужно там все правильно спроектировать. В-третьих, приложение само должно учитывать, что оно работает на этом. Ну, вероятнее всего, я как программист со стажем, думаю, что должно. Поэтому вот здесь может быть Android TV лучше, чем любые другие свистки. Спасибо. Да, Алексей. Константин. Такой вопрос. Какие, на ваш взгляд, будут перспективы развития контролов для контроллеров, для Android TV? То есть вот в стрим, как известно, мы играли с помощью джойстиков на приставках. Да, тоже телевизор. Все любили джойстики. Покупали, хвастались по джойстик круче. У вас был слайд, где, в общем, показывается, что можно вполне взять на телефоне, управлять тем же Android TV. Ну, слайд был в самом начале. Да, на самом деле так есть. Что нас ждет в будущем? Не потеряем ли мы отдельный контроллер? Ну, во-первых, да, можно обычные контроллеры, обычные Android девайсы, use девайсы использовать как контроллеры. На самом деле не составляет никакой сложности. То есть когда у вас, допустим, бумажки телефоном, да, и весь этот код, весь этот input идет в сам девайс. Потеряем или нет? Ну, маловероятно. Дело в том, что уже сложилось достаточно давно, вот, грубо говоря, стандарт того, как люди играют на телевизорах. Да, то есть Sony PlayStation, там, Xbox, Microsoft, там еще всякие разные Dendy приставки, они, вот, многих из вас там с детства приучили, что есть джойстик, ты в него тычешь, и там что-то происходит. Поэтому вряд ли уйдут эти контроллеры. Но новые виды каких-то управлений могут добавляться. Есть, допустим, приложение, оно называется Fly, кто-то там, смысл его, работает через Google Cast, кстати. Смысл его в следующем. То есть вы берете, ставите телефон перед собой, значит, камера, и он это все кастит еще на большой видеоэкран. Там летит какая-то свинья, значит, чтобы ее поднять выше, нужно вот так вот махать руками, камера детектирует все движения, как бы, да, и она поднимается выше. Это там один режим. Режим номер два есть, называется танцевать. Вот я его не пробовал, я только вот руками пробовал, прикольно работает. Станцевать там тоже. Там то ли ты берешь его, то ли он детектит по камере. Ну то есть добавляет какой-то интерактив, какой-то новый экспириенс в управлении и в игры. Как-то так. Спасибо. У меня вот дополнительный вопрос по поводу контролов. Есть ли какая-то сильная разница при обработке ивентов, допустим, вот выбора или нажатия на картинку на экране? С точки зрения Android? Ну вот возьмем простой кейс. У нас есть YouTube-приложение, оно по-любому же есть на Android TV, и когда мы делаем это на смартфоне, мы тапаем на видео на самом экране. Как этот механизм реализован в Android TV? С точки зрения пользователя, это либо джойстик, либо пульт управления. Очень быстро там будет привыкание. Ты выбираешь, у тебя текущий контрол, он всегда подсвечивается. С точки зрения пользователя. С точки зрения программирования, я тебе чуть позже расскажу и покажу лучше. Спасибо. И второй вопрос какой был? Я забыл, ну ладно. Во-первых, спасибо за доклад. Вопрос такой. Я посмотрел на возможности Nvidia Gameworks, они достаточно обширные. Планируется ли противопоставление Android TV, если не таким тупым приставкам, как Sony, PlayStation и Xbox, но хотя бы Wii U? Ну, на самом деле, я не уверен, что Google это планирует, но Nvidia на самом деле влазит в этот рынок очень и очень серьезно. Значит, во-первых, этот расширенный API, CPP-шный и очень мощный процессор. То есть сейчас на… Ну, я вот уезжал до отъезда, игрался в третий Quake BFG Edition на Nvidia Shield. У меня он есть дома. Очень хорошая штука. Это раз. Во-вторых, там есть такая технология Nvidia Grid, которая позволяет рендерить часть изображения на PC или где-то в облаке и его передавать на саму Nvidia Shield. Это тоже там работает очень хорошо. Плюс, собственно говоря, в чем? Значит, с одной стороны, большое количество разработчиков Android есть, с другой стороны, бесплатный вход, и с третьей стороны, большое количество игр, которые существуют на мобильных системах iOS, Android, и которых как бы качество графики очень-очень хорошее и высокое. Если вы смотрели, вот две недели назад был Microsoft Build, то там в один из дней Microsoft анонсировала перевод Xbox консолей в режим Devil Appermode, то есть сейчас уже там можно их перевести и на C-Sharp писать, и писать дома, грубо говоря, для своей Xbox One, писать какие-то приложения, запускать и отправлять их в Store уже после этого. Вот это, как мне кажется, нужно спросить нашего евангелиста из Microsoft, может быть, он знает ответ. Не ответная ли это реакция на то, что вот NVIDIA начала аккуратненько лезть на этот рынок консолей и медиа-стриминг-девайсов? Ну, вообще, как бы, рынок консолей, он немножко поменяется, как мне кажется. А есть ли на Android TV поддержка Steam Home Sharing? Как так он называется? Стриминг с домашнего компьютера на телевизор? В NVIDIA Shield есть, используя технологию, вот NVIDIA Grid, если я не ошибаюсь, называется. В обычных Android TV, ну, в стоковой Android TV от Google такой технологии нет. Ну, а там можно использовать Chromecast. Но это не очень хороший день. Понятно. Спасибо. Раз. У меня маленький вопрос. Вы показали, ну, Android Studio 2.0, да? То есть, и отладка уже, возможно, непосредственно в эмуляторе. Да. А до этого вы как? Каждый девайс использовали? А до этого я делался это на девайсе. Ну, то есть, если у вас множество моделей телевизоров надо проверить и что, как проверять на каждом модели? Ну, на самом деле, если вы собираетесь как бы профессионально входить на рынок Android TV-приложений, то вам нужен как минимум одно железное устройство. Лучше всего это, конечно, Nexus Player. Но, если вы хотите хорошо войти и на Sony, и на Panasonic, и на NVIDIA Shield, то, в принципе, это тоже вариант. На самом деле, стоимость их не очень большая. Тот же самый Nexus Player стоит в районе 200 долларов, даже меньше, по-моему. То есть, нет, извините, он стоит 65 долларов, он стоил вот осенью, по каким там они сбрасывали цены. NVIDIA Shield стоит там до 200 долларов сейчас. Телевизор Sony Bravia с Android TV самый дешевый стоит в районе 400 долларов. То есть, в принципе, если вы собираете команду программистов, вот эти вот девайсы, они у вас по совокупной стоимости будут дешевле, чем расходы на программистов на зарплату, да. И нет, как бы, смысла экономить вообще с самого начала на этом. Вот. И опять-таки, вот, ну, четыре этих вот вида, там, грубо говоря, пара телевизоров и пара этих приставок, да, вот, NVIDIA и Nexus. То есть, вы покрываете там 90% потенциально? Она покроет, да, 90, даже 90, там, 99% того, что есть сейчас на рынке из девайсов. Понятно, спасибо. Спасибо большое. Давайте, это был последний вопрос, а то мы немножечко выбиваемся. Ну, давайте, с разрешения спикера. Вот, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, при подключении Android TV к телевизору возможно ли голосовое управление с телевизором? Возможно, голосовое управление с телевизором. Есть поиск гугловый стандартный. Значит, все приставки и все телевизоры, у которых установлено Android TV внутрь железа, значит, на пультах управления имеют кнопку голосового ввода. Но, фактически, это тот же самый Google Now, который есть в телефонах, и, то есть, если, допустим, давай быстренько запусти мне там это мое любимое приложение, то нет. Если, давай, найди мне мое любимое приложение, я его куплю, то да. Вот. Спасибо.